Добрый день! Я приветствую вас на уроке русского языка. И мы с вами продолжаем изучение раздела наука и этика. Тема нашего сегодняшнего урока – что такое клонирование и зачем нужна генная инженерия, аббревиатура и перефраз. Сегодня на уроке вы научитесь применять аббревиацию, перефраз в тексте, определять основную мысль на основе выделения смысловых частей прослушанного текста и определения их темы, а также приведете аргументы из прослушанного текста и оформите в виде схемы. Итак, ребята, давайте разберемся, что же такое аббревиация. Аббревиация – это сложение усеченных основ или усеченных и полных слов. Аббревиация бывает следующих типов. Буквенная аббревиация, например, КНБ, РК, звуковая аббревиация ВУЗ, ЕНУ, слоговая аббревиация ПРОВКОМ, аббревиация, состоящая из начальной части первого слова и целого второго, например, детсад, подлодка, санчасть. Аббревиация, состоящая из сложения начальной части первого слова словосочетания с началом и концом или только концом второго слова. Бионика, биологическая электроника, военкомат, военный комиссариат. В русском языке существует еще один стилистический прием образности речи – это перефраза. Что же это такое, ребята? Перефраза – это замена названия предмета или явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты. Например, царь зверей – лев, туманный альбион – Англия, небесное светило – солнце. Очень часто перефраза встречается в поэтических текстах. Например, у Александра Сергеевича Пушкина есть строчки «Прощай, свободная стихия». Свободная стихия – перефраза – море. Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Унылой порой Пушкин называет осень. Итак, ребята, выполните следующее задание. Объясните, как вы понимаете значение следующих аббревиатур и перефраз. Ребята, проверьте себя. НТП – революция. Научно-технический прогресс. ДНК – клетка, дизоксидибонуклеиновая кислота. СМИ – газеты, журналы, язык телевидения, радио, интернета, средства массовой информации. На заре человечества в глубокой древности – раньше. Голубая планета – Земля. Наши младшие братья – животные. Старый свет – Европа. Прежде чем приступить к выполнению следующего задания, проведем словарную работу. Итак, что же такое клонирование? Клонирование – это появление естественным путем или получение нескольких генетически идентичных организмов посредством бесполого размножения или партоногенеза. Что же такое клон? Клон – организм, полученный в результате клонирования, группа генетически идентичных клеток или организмов. Генная инженерия – совокупность приемов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК. Итак, ребята, прочитайте текст. Что такое клонирование и зачем нужна генная инженерия? Клонирование – создание точной генетической копии человека. Раньше никто и подумать не мог, что такое возможно. Как же так случилось, что буквально на наших глазах незаметно произошла целая революция? С чего же она началась? Конечно, первые попытки клонирования начались не год и не два назад. Реально, ученые начинали свои первые эксперименты в этой области еще в 50-х годах XX века. И проводились они все на тех же разисчастных лягушках, на которых вообще экспериментируют все, кому не лень. У головастика брали клетку и пересаживали ее в икринку, из которой впоследствии вырастал головастик. Но этот головастик, в отличие от других, был точной генетической копией того первого головастика. В 1997 году произошло событие, перевернувшее представление о клонировании. Шотландский ученый Ян Вильмут из Института Рослин объявил о том, что ему удалось планировать млекопитающее, а именно создать овечку по имени Долли. Рождение животного, появившегося на свет таким необычным образом, несколько месяцев тщательно скрывалось. И только в феврале 1997 года Вильмут решился явить миру свое планированное детище. И благодаря этому ничем не примечательная, кроме своего рождения, жизнь бедной овечки тут же обросла самыми невероятными слухами. Какими же слухами обросла бедная овечка Долли? Якобы она агрессивная, на бедных журналистов кидается и их камеры разбивает. Но на самом деле ничего этого не было. Потому что Долли по своему складу характера, внешности и внутреннему строению абсолютно ничем не отличается от других овец, которые в изобилии пасутся на зеленых лугах Шотландии. Уже даже два раза приплод давала. Ягнята были совершенно здоровыми. В общем, после появления Долли жители Земли переполошились и поняли, что очень скоро людей начнут клонировать. Совсем как в звездных войнах. Но при этом не все знают, как долго доктор Вильмут бился над тем, чтобы его эксперимент завершился удачно. А этому успеху, между прочим, предшествовало 277 неудачных попыток. Представляете, сколько этих попыток потребуется, чтобы вырастить человеческий клон. Не говоря уже о том, что не в каждой стране разрешат такие опыты проводить, большинство стран Европы уже вступило в конвенцию по запрету клонирования. Но велика вероятность того, что клонирование человека может осуществиться уже в ближайшее время. Тем более, что люди, заинтересованные в нем, уже давно существуют. Ребята, ответьте на вопросы. Откуда взята эта статья? Из учебника, энциклопедии или журнала? Для кого предназначена? Определите стиль речи. Верно, ребята, данная статья взята из журнала. Предназначена для широкого круга читателей. Стиль речи научно-популярно. Итак, ребята, выполним следующее задание. Замените в данном тексте выделенные слова на ранее изученные аббревиатуры и перефразы. Проверьте себя. Раньше на заре человечества в глубокой древности. Революция НТП. Клетку – ДНК. Животное – наши младшие братья. Газетах – СМИ. Земли – голубая планета. Европы – старый свет. Ребята, выполните следующее задание. Прочитайте вопросы. Какие из этих вопросов являются тонкими, а какие толстыми? Допишите свои вопросы. Проверьте себя. Первый вопрос является толстым, так как он требует более развернутого ответа. Вопросы второй и третий являются тонкими, так как они требуют прямого ответа. И, надеюсь, ваши вопросы совпали и с моими. Вопрос четвертый является толстым. Какие перспективы открываются для применения клонирования в сельском хозяйстве? Вопрос пятый – тонкий. Все ли качества? У нас следует клон. Предлагаю, ребята, следующее задание прогнозирования. Как вы думаете, о чем текст под заголовком «Клон не двойник человека, а просто его младший брат-близнец»? Послушайте фрагмент эссе. Некоторые считают, что в будущем люди захотят клонировать себя. Но зачем? Для того, чтобы на старости лет посмотреть, как резвится на лужайке его брат-близнец, только намного моложе его? Но даже если и найдутся такие желающие, клоны человека будут обычными человеческими существами. Их будет вынашивать обычная женщина в течение девяти месяцев. Они родятся и будут воспитываться в семье, как любой другой ребенок. Им, как и всем, потребуется 18 лет, чтобы достичь совершеннолетия. Клон-близнец будет на несколько десятилетий младше своего оригинала. Значит, исключена опасность, что люди будут путать клона-близнеца с оригиналом. У клона будут иные, нежели у донора отпечатки пальцев. Клон не унаследует ничего из воспоминаний оригинала и будет иметь другой характер, другие способности и наклонности. Итак, ребята, какова тема и основная мысль фрагмента эссе? Проверьте. Тема «Клон. Обычное человеческое существо». Основная мысль «Клон» не унаследует ничего из воспоминаний оригинала, будет иметь другой характер, другие способности и наклонности. Выполните, ребята, следующее задание. Какие аргументы приводят авторы для доказательства утверждения, что клоны человека будут обычными человеческими существами? Запишите их в схему. Проверьте себя. Вы правильно нашли аргументы в тексте. Клоны человека будут обычными человеческими существами. Почему? Потому что их будет вынашивать обычная женщина. Они родятся и будут воспитываться в семье, достигнут совершеннолетия. Выполните, ребята, следующее задание. Дополните предложение словами и словосочетаниями, используя нужную форму. Проверьте себя. Клонирование – это создание генетически идентичных организмов. Клонирование позволит вылечить некоторые неизлечимые заболевания, когда повреждались ткани и органы, которые невозможно было заменить чужими. Полученные в результате клонирования организмы похожи внешне. К тому же заложенная в них генетическая информация абсолютно одинакова. Ребята, наш урок подошел к концу. Подведем итоги. Сегодня вы закрепили навыки использования аббревиации и перефразы, сформулировали тему и основную мысль по прочитанному тексту, приводили аргументы и оформили в виде схемы. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok